Когда сидишь у жаркой печки, пьешь горячий кофе в компании с другом, со временем начинает казаться, что так и должно быть, и что этот комфорт ничто не сможет нарушить. А вот я бы смотри, шубу несет. В эти края добрался ветер перемен. Он несет с собой тепло, присущее весенней погоде, но вместе с ним и штормовые порывы. В такие дни находиться вне стен дома не хочется, потому сейчас все внимание уделяем внутренним работам. Подгоняем вплотную доски чернового пола, фиксируем их клагом. Разводить костер в такую погоду кажется лишним. Обед и ужин будем готовить на печи. Вся долина словно холст. На фоне заснеженных вершин этих невысоких гор ветер, будто кисть художника. То рисует пасмурный день, с облаками, с которых сыпется снег, то ночное небо, усеянное звездами. Наблюдая за ними, можно увидеть течение времени, и как на смену ночью приходит день. До сегодняшнего дня фронтоны были закрыты лишь ветрозащитной тканью, и это была временная мера. Настал момент, чтобы осуществить задуманное еще в начале проекта. Установить в завершении фасада окна. Подготавливаю площадку. Нужна относительно ровная поверхность, на которую встанет окно. Обсадную коробку и окосячку в этой избушке делать нет смысла. Во-первых, она сложена из сухих бревен, большой усадки не будет. Во-вторых, сруб сделан с расчетом на максимально рациональное использование бревен, и работу с ними опираясь только на собственные силы. Исходя из этих условий и был определен размер избы, окон на фасаде и высота крыши. А размер окон в части фронтона, предполагалось, будет подгоняться по факту. Но в действительности оказалось, что окна можно изготовить не любого размера, как я предполагал. Поэтому сейчас работаю с тем, что есть. Но смею заверить, что проблем не возникнет. Пол в этой избушке требует особого внимания. В этих краях ветра дуют со стороны долины и упираются в склон горы, и затем с особой силой поднимаются по нему вверх к самой вершине, на которой и стоит избушка. Получается, что самые сильные удары ветра приходятся на низ избушки. Основной удар на себя берет ветрозащитный материал и 150-мм утеплитель. Но и черновой пол с теплой подложкой, поверх которой уложены доски чистового пола, сыграют не меньшую роль в защите моей горной крепости от ударов ветра. Жизнь в лесу всегда подразумевает под собой постоянную активную работу. Особенно в тех случаях, когда хочешь оборудовать себе уютное место. Вот лично мне при строительстве этой избы приходится быть и ландшафтным дизайнером, и геолого-разведчиком, каменщиком-плотником, столером. Конечно, во всех этих сферах мои познания пока не столь глубоки, чтобы делать сложные проекты, но для строительства небольшой избушки вполне хватает. Друзья, знаем, что среди вас есть много умельцев и профессионалов своего дела, и если вы еще не нашли работу, которая будет вам по душе, мы рады сообщить, что на ХХРУ найдется большой выбор предложений о работе по всей России. А чтобы не тратить время на дорогу, ищите подходящие объявления о работе ближе к дому. Их удобно смотреть на карте в мобильном приложении ХХРУ. А еще можно настроить фильтры и найти что-то наиболее подходящее для себя. Работы найдется и для тех, кто только изучает азы профессии. В том числе и рабочих специальностей. Токарь, фрезеровщик, сварщик, электромонтажник. Даже есть должность егеря-хотоведа для тех, кто хочет посвятить жизнь лесу и зверям. Друзья, для поиска работы ближе к дому скачайте мобильное приложение ХХРУ. Ссылка на приложение есть в описании. Этот зеленый мешок полон подарков. Я подготовил их сам для себя. Внутри крючки для одежды, сделанные из кованых гвоздей. Сами кованые гвозди. Пара компасов, сверла, биты и прочая мелочевка, которая понадобится для работы и жизни. Вот только поднять все это не так просто. В разгар зимы, когда подъем к избушке больше похож на горку для катания, можно ненароком въехать прямиком в дерево. Пришлось протаптывать обходной путь. Здесь есть несколько крутых поворотов, в которых можно снизить скорость. Следом за мешком поднимаю доски. Из них будет сделана простейшая мебель для дома и облицовка окон. Сразу подняться на самый верх с негабаритным грузом на плечах у меня не получается. Вынужден складывать его на промежуточной полке. Затем взбираюсь сам, снова закидываю доски на плечо. И больше препятствий здесь не будет. Только ветер бьет в лицо на выходе из узкого прохода между скал. В общей сложности я поднялся в эту гору с грузом на плечах 11 раз. И это только за одно утро. А в ногах ощущается легкое жжение. Ближе к вечеру нужно будет сделать еще пару ходок. Здесь крайне не хватает крючков, на которые можно подвесить сидежду. Хорошенечко так уже взмок. Где-нибудь здесь самое быто было. Когда-то эти крючки были коваными гвоздями. Но из-за отсутствия потребностей они были переделаны в более востребованные изделия. Так получились весьма нетривиальные предметы интерьера. И к моей избушке они подойдут наилучшим образом. Крючки к бревну надежно фиксировать помогают винтовые гвозди. Но из-за формы самого крючка подлезть к проушине молотком, чтобы максимально плотно забить гвоздь не удается. В этой ситуации помогает еще один кованый гвоздь. Его использую как биток. При входе трех крючков будет достаточно. Ведь вряд ли в этой избе соберется столько людей, чтобы этот угол был полностью завешан одеждой. Но если это когда-то случится, разместить одежду можно будет и на гвоздях, на которых и до того момента будет висеть снаряжение. Здесь одежда верхняя висит, пара флисок да куртка. В этом углу на гвоздях висит аппаратура съемочная, коптер, камера GoPro, и всякие дополнительные штуки к ним. Зарядки и запасные батареи. Здесь спальник с ковриком, с вкладышем. Это фотоаппарат. Рядом с печкой сделал несколько гвоздочков, чтобы шапку можно было просушить, перчатки. Да и вообще, такое наличие крючков поможет удобно расположиться, чтобы все вещи были по местам, а не на полу валялись. Самый сильный жар идет от печки именно от стекла. Он расходится по тугам примерно 45 градусов в обе стороны. И сильнее всего он нагревается именно вот здесь часть. Я поставил сюда специально защиту, чтобы на стекло меньше воздействовал жар. Но верхняя часть, она здесь совсем ни к чему, она закрывает только вид. Здесь не так горячо, как здесь. Поэтому верхняя часть точно была лишней. Она не выполняла никакой функции, поскольку сюда жар не доходил. А вот здесь она нужна. Верхняя часть убралась и гораздо светлее стала. Порывы ветра налетают все чаще, а их сила с каждым разом становится сильней. Деревья уже качаются, будто травинки в поле. Вопрос. Почему некоторые хвойные деревья, а чаще всего это сосны, на открытых местах, где всегда много солнца, часто высыхают на корню? Эта сосна стоит напротив входа в избушку, а это дерево чуть ниже по склону. И еще одно в 20 метрах от избы. И это лишь малая часть из тех, что погибли в этой округе. Это дерево пока еще живое, но здесь внизу уже высыхает, и трухлявый ствол. Я думаю, что этим летом оно точно свалится, а к нему привязана веревка. Переправа надо будет переделывать. Вот эти три дерева за моей спиной, их сразу видно прямо из окна моей избушки. И, скорее всего, их ждет та же самая участь, если им не помочь. Совокупность факторов, характерная для этого места, становится губительной для многих деревьев. В условиях, где всегда дуют сильные ветра, а зимой продолжительное время держатся крепкие морозы, деревья растут не так быстро, как в местах, с более благоприятными условиями. За счет медленного роста древесина в стволе дерева отличается особой плотностью. Но при этом его толщина и высота самого дерева может быть в полтора, а то и в два раза меньше, чем у дерева одногодки, которому повезло вырасти в тихом уголке леса. Зато эти сосны, благодаря открытой местности, имеют доступ к солнцу круглый год. А учитывая, что это южная сторона горы, то обилие света и солнечного тепла обеспечивает быстрый рост боковых отростков, или, проще говоря, веток, и большого количества на них листьев. А если быть точнее, хвои – это листоподобный орган голосеменных растений, к коим относится сосна. Получается так, что обилие пышной хвойной кроны требует много влаги, особенно в жаркие летние дни. Но ее запасы в небольшом стволе крайне малы. В засушливую погоду, не имея доступа к одному из самых важных ресурсов, дерево начинает увядать. Подрезка нижних сучков поможет им пережить засушливые периоды. Я, конечно, бы мог и не вмешиваться в жизни этих сосен, однако имею свою выгоду с того, что деревья останутся живыми. В летний зной верхушки кроны защитят избушку от чрезмерного нагрева внутри. К тому же живые деревья мой глаз радует больше, чем неживые сухары. Когда дом наполняется необходимыми вещами для жизни и комфорта, возникает потребность расставить их все по полочкам. Навесной ящик для посуды станет первым предметом мебели, где разместится скромный набор кухонной утвари. Каркас ящика собирая из обрезков досок, которыми был обшит потолок, а в нижней части добавил жерть, которая будет удерживать посуду. Сверху разместится небольшой запас провианта длительного хранения. Неторопливая работа позволяет насладиться моментом вкусить ароматы кофе и выпить чашечку этого терпкого напитка, наблюдая за долиной, за безмятежной природой. Оказавшись в таком месте, где спокойно и тихо, где нет суеты и время будто замерло, можно многое осмыслить. Иногда нам необходимы такие паузы. Близится вечер и мне нужно поторопиться. Сегодня ночью я намерен спать не на полу, как это было прежде, а на удобном лежаке. Пока за окном еще светло, нужно успеть напилить доски и немного обработать их. Аккумуляторный инструмент помогает сэкономить силы и время на этой работе. А сегодняшний день и так был весьма насыщен. Потому сил осталось немного. Зато есть еще пара целых аккумуляторов. Длина лежака будет метра восемьдесят. Для моего роста этого вполне хватит. Ширина шестьдесят сантиметров. Это немного шире моих плеч. Две ножки высотой тридцать сантиметров, а их ширина чуть меньше ширины самого лежака. На них укладываю доски и фиксирую сразу к ним. Пока эта конструкция весьма шаткая. Чтобы придать устойчивости, нужно дополнительно установить уголки. По два на каждую сторону. Конструкция весьма проста, но она в полной мере обеспечит комфортный сон. К тому же незамысловатый внешний вид полностью соответствует духу этого дома. Все испытания на устойчивость пройдены успешно. Можно застилать. Это мой любимый шерстяной плед, но в последнее время я не мог найти ему достойного применения. И рад, что сегодня он обрел новое место. Теперь уже постоянное. Под кроватью уместилось множество вещей, но все они скрыты от глаз. Благодаря этому нет ощущения загроможденности или бардака. Все на своих местах. Можно готовиться ко сну. Надувной коврик. На нем сон будет как на пуховой перине. А вот спальник и правда пуховый. Его следует хорошенько взбить, так в нем будет наиболее комфортно спать. Ну и конечно гигиенический вкладыш. Он дает ощущение постельного белья. Такая подготовка ко сну делает кровать уж точно не хуже домашней. Чтобы поддерживать комфортную температуру внутри избушки, этой печурке хватает минимальной тяги, когда верхняя и нижняя подвала закрыты. Большие поленья не горят открытым огнем, а тихонько тлеют. В таком режиме печь может работать по 6-7 часов на одной закладке. Чтобы вскипятить чайник или приготовить еду, нужен быстрый и сильный жар. В этом случае я подбрасываю несколько небольших щепок и открываю поддувало на полную. Жар от углей и приток воздуха за несколько секунд заставляют разгореться сухую мелочевку. Друзья, я хотел всем вам сказать огромное спасибо за то, что в предыдущем видео вы откликнулись на мою просьбу и написали тысячу вариантов о том, как назвать эту избушку. Единолично выбрать какое-либо из названий я не решаюсь, потому что многие действительно соответствуют характеру этой избушки и в целом духу этого места. Поэтому совместно со всей нашей командой лесных мы выбрали 10 вариантов и опубликовали их в нашем телеграм-канале. И я вновь обращаюсь к вам за помощью, друзья. Прошу вас принять участие в голосовании за один из 10 вариантов. То название, которое вы сейчас выберете, будет размещено на избушке рядом со входом. Ссылка на телеграм есть в описании. Из всех ночей, что я здесь провел, это было максимально комфортно и теплое. Я спал не в спальном мешке, а на нем. Даже ближе к утру не пришлось в него забираться. И как же не хочется отсюда уезжать. Но сегодня мне нужно проверить фотоловушки, а на обратном пути хочу попытать удачу в рыбалке. Если получится поймать хотя бы парочку хариусов, приготовлю блюдо уха по коме. Но перед уходом нужно навести полный порядок. Так гораздо выше вероятность того, что путники, которые здесь окажутся, оставят после себя такой же порядок, как был до их прихода. По крайней мере, так показывает опыт, что в чистом доме и мусорить не хочется. А в избушках, где с первого взгляда становится понятно, что она осиротела, порядка никогда не будет. Но только до тех пор, пока не появится новый хозяин. Внутри полный порядок. На полу не соринки. Лежак застелен. В углу стоит топор на случай, если у гостей не будет своего. Своё место под печкой нашёл чугунный котелок. Но для сковороды места там не хватает. Для неё отдельно сделаю подвес. На дорожку выпить горячего чая и собираться в путь. Знаю, что здесь всё будет отлично. Ведь эти места под присмотром седобородого старца. Эти места я знаю достаточно хорошо, но свериться ещё раз с компасом и взять его с собой лишним не будет. Стрелка смотрит на юг. Именно туда, за этот горный перевал, я отправлюсь проверить фотоловушки. Затем возьму направление на восток. Это окно как раз смотрит на восточную сторону. За самой дальней горой бежит река, на которой я хочу попытать удачу в рыбалке. Затем с востока двинусь на запад. Снова сюда, в избушку. Но глядя сейчас в окно, которое выходит на западную сторону, понимаю, что с той стороны ничего хорошего ждать не стоит. Оттуда идут обильные снегопады, вслед за которыми придут и сильные ветра. Это гнездо кабанов. Они роют себе такие ямы, выкладывают ветки ели и ночуют здесь, сбиваются в кучки. Эти места нашёл Алексей, когда отправился в одиночку распутывать свежую цепочку кабаних следов. На следующий день мы приехали сюда уже втроём, чтобы лучше изучить окрестности и поставить фотоловушки. Там вот гайно, а здесь тропа идёт. У них отхожее место. Они не гадят там, где спят. Вот так вот выглядит дом кабана. Их здесь человек 10, да, живёт. Исследуя эти леса, мы нашли около десятка ночлежек кабанов. Они называются гайно. Сделать такое укрытие кабаны могут всего за несколько часов. Поэтому не всегда возвращаются в одно и то же место. Всё зависит от их настроения и места, где они сегодня бродят. Ну и, конечно, безопасности. Этот кабан пришёл сюда спустя 3 дня после нашего визита. И видно, что его беспокоят новые запахи. Они ему не знакомы. Кабан решает, что для него более безопасно будет остановиться на ночёвку в другом месте. Ещё через день пришёл пятнистый кабан. Чудо природы. Рыжие окрасы, чёрные пятна. Совсем как у гепарда. Его историю и как он появился в этих лесах мы рассказали в нашем телеграм-канале. Она весьма интересна и необычна. Рекомендуем к прочтению. А это ещё совсем маленькие поросята. И без присмотра взрослых в этих лесах ещё не гуляют. Янатовидная собака уже вышла из спячки. Это значит, что погода располагает к пробуждению медведей. Ближе к вечеру добрался до реки, на которой прошлым летом, всякий раз, когда сюда приезжали, нам удавалось поймать хотя бы парочку хороших хариусов. Несколько лунок в разы увеличат шанс на успех. Пробурить их решил там, где в сезон открытой воды умеренное течение и достаточно глубокая яма. Я вооружился удочками, насадил малинку, опарыши разных цветов и переходил от одной лунки к другой, подёргивая снасти, чтобы заинтересовать рыбу. За несколько часов не случилось ни одной поклёвки. Сегодня ухожу отсюда с пустыми руками. Такое случается. Значит, вместо ухи буду печь хлеб. В избушку вернулся следующим утром. На горизонте уже чистое небо и видны снежные вершины горного хребта. И, как я ожидал, пришло время ветров. На протяжении нескольких дней здесь будет неспокойно. Порывы будут достигать 25 метров в секунду. По классификации синоптиков это уже штормовой ветер, опасное погодное явление. Некоторые высохшие на корню деревья под натиском такой силы падут. Для меня это хорошая возможность заготовить дров на несколько дней. Целый день я занимался изготовлением деревянных наличников для окон на фронтонах. Из-за того, что окна были сделаны не по тем размерам, на которые я ориентировался изначально, их пришлось устанавливать, что называется, как получится. Получилось неплохо, но наличники был вынужден делать асимметричными. По-другому они не встали бы. По внешнему периметру наличников позднее закреплю джутовую веревку. Она скроет все небольшие зазоры и придаст аккуратный вид. Меня такой результат вполне устраивает. Небольшие форточки весьма функциональны. Они будут открываться, чтобы выпустить избыточное тепло и для проветривания в жаркую или дождливую погоду. Вечер. Самое время заняться снаряжением. Эта ручная пила прошла вместе со мной долгий путь. За несколько лет она трижды побывала за полярным кругом. Видела каменный дом, землянку, а фрейм на заимке. Принимала участие в строительстве дома на дереве. И, конечно, всегда была со мной, когда строила эту избушку. Полотно менялось уже много раз, и сейчас его снова требуется заменить. Раньше я использовал полотна без защитного покрытия. Они довольно быстро покрывались ржавчиной. Влияло ли это как-то на их рабочий ресурс? Пока не знаю. Но смогу дать ответ на этот вопрос через определенное время, после того, как попользуюсь новым полотном с защитным покрытием. Кажется, сегодня ветер задувает с особой силой. Я не припомню таких порывов за все время, что здесь бывал раньше. В этих краях я провел уже несколько дней. Времени, да и желания выбраться к цивилизации хотя бы на пару часов у меня не было. Потому запас аккумуляторных батарей, от которых в том числе работают и фонари, почти иссяк. Но перед заездом в избушку я взял с собой осветительный фонарь, который работает на жидком топливе. Проще говоря, на 92-м бензине. Работает по принципу бензиновой паяльной лампы. В бачок наливается бензин и при помощи ручного насоса внутри нагнетается давление. Лампа уже в сборе и почти готова к работе. Остается только установить фитиль. В первоначальном виде он похож на тканевую сетку. Однако его нужно обжечь перед первым запуском лампы. То волокно, которое останется, и есть фитиль. И он достаточно хрупкий. Без защитного стекла высокая вероятность, что сильный порыв ветра его испортит. Поэтому обжигаю фитиль в доме. Объем бака 1 литр. При работе на полной мощности его хватает на 3 часа. А когда лампа работает на минимуме, бака хватает на 7-8 часов. Первый запуск. Выгорают оставшиеся частицы нового фитиля. И через несколько секунд лампа выходит на рабочий режим. Сейчас лампа работает на полной мощности. Такого освещения вполне хватит на любые случаи. И дров наколоть и путь осветить. Перед сном в топку закладываю два больших чурбака. После того, как они слегка разгорятся, полностью закрою оба поддувала. И в таком режиме они будут шаять до самого утра. А этой ночью мысли, как камни до кочки. Не уснуть. Закрытые глаза не спят. Отчего сам не знаю. Может потому, что за окном так красиво плывут по небу звезды до луна, что любоваться ими можно до утра. Ветер утих лишь перед рассветом. Перед тем рассветом, который вдохновил меня на строительство избушки на этой горе. Сегодня он раскрасил небо в невиданный мной прежде алый цвет. Солнце медленно, но неизбежно ползет вверх, напоминая, что всякая ночь заканчивается рассветом. И по своему опыту знаю, что не успею я оглянуться, а день за работой уже пройдет. А если сидеть без дела, то этот день еще ничем и не запомнится. Эти угольки все, что осталось от двух чурбаков, которые я заложил в топку с вечера. Отмечу, что с того момента прошло семь часов. Нескольких щепок хватает, чтобы печь снова загудела. И пока греется чайник, есть время составить план на день. Сейчас начало восьмого. На градуснике минус шесть. К полудню точно будет плюс. Игнорировать погоду в этих местах крайне сложно. Особенно, когда дело доходит до приготовления пищи. Иногда гораздо приятнее погружаться в кулинарию, находясь под крышей дома. Но для этого нужен хотя бы скромный кухонный уголок. Шкаф для кухонной утвари и небольшого запаса провизии уже есть. Пора делать стол. Две П-образные ножки креплю прямиком к бревну. Они расставлены по ширине навесного шкафа, который расположен сверху. Как раз над ними. Две дощечки, закрепленные прямиком к ножкам, сформируют столешницу. Пусть небольшую, но ее вполне хватит, чтобы поставить небольшой чугунный котелок или сковороду, нарезать овощи. Да в общем-то на этом столике можно делать все что угодно. Главное, что он функционален и занимает совсем немного места. Этот стол будет использоваться только в процессе приготовления блюд. Для трапезы нужен другой. И сегодня в планах его тоже сделать. Кухонный уголок получился весьма удобным. Печь с варочной поверхностью, столик, а над ним посуда и самые необходимые продукты. На мой взгляд, самое практичное, что может быть в продуктовом запасе, это макаронные изделия, консервы и мука. Как говорится, хлеб всему голова. А приготовленный своими руками хлеб еще и вкусный. Вчера перед сном я замесил немного дрожжевого теста. За ночь в тепле оно отлично подошло. Хочу попробовать испечь хлеб в печурке. Но должен признаться, что таким способом буду делать это впервые. В топку установил таганок, на который поставлю форму для запекания с тестом. Благодаря тому, что топка выложена внутри кирпичами, в ней хорошо держится жар. Для поддержания необходимой температуры нужно немного угольков. Вот только сразу понять, сколько именно, очень сложно. В общей сложности хлеб выпекался минут сорок. Дважды я подкидывал мелкую щепу. Ну что ж, сверху румяная корочка. Внутри тоже все пропеклось. Пробу снимать начинаю с верхней корочки. Хрустящая, жуется легко. Мякоть достаточно плотная, с насыщенным вкусом. Но форму для запекания все же надо ставить чуть выше над углями. Нижняя краюшка слегка подгорела. Но не страшно. Все остальное будет съедено с огромным аппетитом. Запах только что из печеного хлеба напомнил мне детство. Тот момент, когда на столе стоит теплая буханка, и я иду доставать из курятника свежие яйца. Одно из любимых блюд – гоголь-моголь. Его еще называют тюря. Одна из разновидностей этого блюда. Однако я заметил, что с перепелиными яйцами оно получается вкусней. Но самое главное безопасно. Перепила не болеет сальмонолезом. Поэтому употреблять в пищу эти яйца можно сырыми, без всяких опасений. Обычно хлебу дают размякнуть в яйцах. Мне же нравится, когда он слегка похрустывает. Зима выдалась снежная. Обилие снега и ветер. Надули карнизы на скале, на краю скалы. Они весьма коварны, потому что их не видно, когда подходишь с той стороны, а именно с той стороны можно подойти. Полюбоваться видами, которые открываются впереди. И если не знать о таких надувах, можно просто улететь вниз, если слишком близко подойти к краю. Моя избушка хоть и стоит в лесной глуши, но матерые плутари сюда все же добираются. Гостей принимал здесь уже несколько раз. И все, без исключения, конечно же, хотят насладиться видами. Забираются сюда, на самую высокую точку этой горы. Если не знать местного рельефа, то можно и не заметить коварного надува. А как только на него ступишь, сразу полетишь вниз. Мне совсем не хочется, чтобы кто-нибудь рухнул с этого утеса. Вооружившись лопатой, принимаюсь за дело. Есть еще одна опасность, которую таят такие козырьки. Несколько лет назад я рассказал историю о том, как однажды в одиночку отправился в подобные места и был вынужден ночевать под скалой. В том фильме я показал все трудности, с которыми мне пришлось столкнуться. В том числе и такие же снежные козырьки. Тот фильм набрал уже более 5 миллионов просмотров. Видимо, история получилась и правда интересной. Сегодня должен приехать Геннадий. И такому гостю я, конечно, буду рад. А еще, зная Геннадия, мне нужно быть готовым к самой вкусной трапезе. С аппетитом проблем нет. Остается подготовить кухонную утварь и разместить ее по полочкам. Тарелки есть куда поставить, а вот для кружек нужен подвес. Зачастую самые простые решения являются наилучшими. А разве может быть проще подвес, чем два крючка и сухары и березовая ветка? Тематические фарфоровые кружки будут, как нельзя, кстати, подходить под интерьер дома. Синица на ветке, дружба ежа и улитки. Из этой команды выбивается только семья дикого зайца. Зачастую дикие зайцы крайне опасны, в отличие от предыдущих обитателей леса. Но зато выглядят дружелюбно. Одна большая тарелка для общих блюд и две поменьше, индивидуальные. Вечереет. Гена уже вовсю готовит на костре. Небольшое костровище, выложенное из камней, в основном для защиты от ветра до таганок, дают возможность погрузиться в процесс с головой, отвлекаясь разве что на здешние красоты. Жареные грибы с картошкой и лучком. Запас лесных грибов был сделан еще осенью, и как же приятно сейчас вдыхать эти свежие ароматы, когда они переплетаются с запахами весны и горным ветром. И как же приятно будет трапезничать здесь, в доме. За этим нехитрым столиком, который я успел соорудить, пока Геннадий готовил этот роскошный ужин. В такие минуты хочется помолчать, насладиться моментом и красотой происходящего. Тишину нарушают звуки инструмента. Пока солнце не опустилось за горизонт, будем успевать обшить окно слева от входа. Подоконник, доборы с боков и сверху, наличники. Все это делаем из остатков доски пола. Весь строительный материал сюда доставляется с огромным трудом, поэтому в дело идут даже самые мелкие обрезки. Ничего не выкидывается и не пропадает зря. Но все эти усилия вознаграждаются золотисто-огненными лучами закатного солнца, которые разливаются по всей избушке. Друзья, многие из вас подметили, что белая оконная рама не подходит к этому дому. Я согласен. Однако изначально не смог найти тот цвет, который бы мне понравился. Поэтому решил сам покрасить в тот цвет, который будет радовать мой глаз. Но немного позже. Теперь это полноценный дом, в который хочется возвращаться. В котором хочется проводить время, как одному, так и в компании друзей. Дом, из окон которого можно наблюдать, пожалуй, один из лучших видов. Он наполнен уютом и светом. Деталями, которые любопытно разглядывать. Здесь есть все, чтобы провести пару недель отпуска с близкими людьми и забыться на все это время. Увидеть и почувствовать жизнь этих мест в самых ярких красках. Как на рассвете лучи солнца проникают через окно и наполняют пространство, прорисовывая все детали. Конечно, здесь еще многое нужно доделать. Много однообразной и кропотливой работы. Но мы справимся. Только пожелайте нам силы терпения. Ваша поддержка добрым комментариям нам всегда помогает. А когда вы делитесь нашими видео, мы всегда безмерно рады. Еще буквально пара слов о предстоящих планах. Рядом с домом будет сделана открытая терраса. Ну, а с вами были мы, лесные. До новых встреч, друзья. Всем пока.